Глядя по телевизору, ну, цележки, осколки сатирической нашей индустрии начала 60-х, когда 80-х, ну, не секрет, что там в комедии главности уже Петросян это классик давно уже, Леон Иосифович Измайлов это вообще, вот, Миша Задорнов это, ну, просто недосягаемые высоты. Я что-то, знаете, вот, как-то поймал себя на мысли, что очень давно не произносилось нигде, ни на экранах, ни в газетах, ни печаталось, ни в разе, слово сатира, как-то сатира-то вот исчезла. Ну, юмор как-то еще где-то, то есть, вот все это называют, но сатиры никто не называет. То есть вырождается клан сатириков, а это же, я думаю, это была основная отличительная особенность до перестроечного и слегка пост-перестроечного периода, когда советские сатирики, российские сатирики, да, они бичевали, там, т.р.п. Ну, сейчас, наверное, все это к этому опять возвращается, и журнал «Крокодайл» опять возродится. Гениальный, вот, щитрый главный в Самаре, вот сейчас видел, своими глазами. Огромный щит стоит на улице, нарисован мой Дадыр и Обама. И написано «А нечистым трубочистом стыд-то срань!» Что это, как на возрождение политических сатирок? Это ж надо придумать, это просто, вот, это надо, это надо глубинные пласты в себе поднять, поскриптанные, там, фенетонами, там, Набатова, там, не знаю, Ижи с ними, да. Ну и вот. Напомнил, у меня тоже как-то еду на машине, и, знаете, у всех же было там «Спасибо, деду за победу», вот, белыми буквами на заднем стекле, идет Митсубиши, джип такой, черный, большой, и написано «Спасибо, деду за перл-харбор». То есть, японская Митсубиша, мясовый вклад, да, бомбарежка американского вклада. Гениально, то есть, неистребимое чувство сатиристической, как говорится, ненависти, как классовым недостатком нашего мира, так и чисто окантре. Ну и вот, я решил вспомнить о сатире, о незаслуженно забытой нашей сатире. Хоронили тут, как это сатиру, собралось о почетных гостей. Из Минкульта пришли два вампира, из правительства восемь чертей. То столовики были с Госдумы, в прокуроре пришел адвокат, самый главный претить передумал, но по скайпу сказал, что он рад. Рад, что мучилась в общем недолгом. Памерла не на голой земле, отошла в Мирену с чувством долга, и в хорошей больнице в Кремле. Ее и великое предназначение на все сто было выполнено. С общепитом не стало мучений, и в химчистке все чисто давно. Сохраним афоризмов крылатых, в нашу память компьютер их спи. Тут сатирики восьмидесятых посложили венок типа спи. Спи, спокойно сатира, родная, твои мощи в надежных руках. И вокруг все цветет, процветая, расцветая улыбкой на ртах. Она станет лихая година, и пойдет в наступление порог. То сатирики басы единой заклинят тот порог между строк. Пели песни потом под гитару, в них когда-то сатира жила. И ушли лишь забытый и старый, юмор плакал и пил без горла. И шуми, и шуми, и шуми, и шуми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова